друзья подписчики всем огромный привет сегодня у нас 1 июля поэтому всех поздравляю с наступлением второго месяца лета не знаю у кого какая погода у нас страшная жара что на улице что дома поэтому я решил немного запасти напитков на лето и я вообще не любитель вот этих всяких фант кока-кол но как говорится все хорошо в меру тем более священном того что я как бы не пью алкоголь и практически не курю очень редко могу покурить сигары но это как раз в три месяца может быть поэтому я думаю там баночка 2 там какой-нибудь фанты или пепси колы в день ничего страшного не будет более что это только на лето и сегодня как раз в честь дня независимости 4 июля был распродажа в продуктовом эти паки были они называются фризер пак то есть как бы упаковки которые по размеру делаются по стандартные фризеры чтобы люди их замораживали вот а фридж пак фридж это ну фридж в холодильник по размеру холодильника они сделаны чтобы туда можно было их слышите потом уже сразу охлажденные доставать но я пока еще ничего не складывал вот потом сложу значит какие я здесь взял значит смотрите на распродаже были абсолютно все то есть были и пепси колы все виды и доктор пепперы и кока-колы и всякие разные фанты там спрайты краши там все что угодно в общем было даже были швепсы которые обычно стоят дороже но я решил взять новые которые я еще не пробовал потому что если бы я брал свои любимые а конечно выбрал бы не такие потому что эти я никогда не пробовал а я не знаю любимые они мои или нет в общем я взял все четыре новые которые никогда не пил и вначале давайте просто вам покажу что тут есть наличие поэтому потому что если кого не заинтересует может нету смысла тогда смотреть весь обзор в общем в обзоре я хочу просто открыть и по одной баночке попробовать и сказать вам свое мнение какие мне понравились какие не понравились значит первая зеленая кока-кола она появилась давно но я ее так и не пробовал не знаю чем она отличается то есть здесь сложно сказать сразу по тому что написано это понимаю что в ней используется натуральный сахар тростниковый и стивия стивия то есть это растение сладкое которое используют иногда как сахарозаменитель значит 90 калорий в банке 35 миллиграмм соды 24 грамма сахара вот про кофеин что тут сказано если кофеин или нет ладно давайте посмотрим сначала предварительно потом более подробное исследование значит зеленая кока-кола никогда не пробовал вторая pepsi fire вообще первый раз увидел то есть вот такая вот ну я многие не пробовал я не пробовал очень много всяких там синяя фанта была не пробовал там фиолетовую не пробовал фиолетовую вернее пробовал но очень много было тех что не пробовал то есть я выбрал какие-то такие вот более менее известные то есть кока-кола pepsi вот этот вообще первый раз вижу я такого никогда не видел вообще даже в продаже не видел я не знаю только появился поэтому решил тоже взять попробую что это такое какой-то пип экстра и вот этот рудбир я вам говорил что рудбир это вообще мой любимый из такого типа напитков но именно этого бренда я не пил что то есть я пил много других я пил мак я пил и и я пил вот этот не брендовый которая вам показывал типа ноунейма тоже в каком-то видео было вот в общем давайте значит я не знаю ну давайте начнем хорошего цветово пипа потому что неизвестно что это значит написано искусственные ароматизаторы спайси 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 это вообще специя то есть специи специи вишня сода сон значит сода со вкусом вишни и специй фричпак то же самое значит производства кока-кола компания производится кока-колой значит по составу значит калорий 140 соды 40 миллиграмм это на банку углеводов 39 грамм 13 процентов ну это грубо говоря сахара сахара 39 грамм вот 0 грамм протеина ну и все витамина витамин c кальций железо значит посмотрим состав вода кукурузный сироп цвет карамели фосфорная кислота потасиум сирбат бензат искусственные натуральные ароматизаторы кофеин есть моносодиум фасаерл окситоцит полиэтиленгликоль значит расфасована в атланте проще сделано в сша сайт кока-кон так ладно давайте открывать и смотреть что это такое и пробовать значит здесь есть вот такие какие-то это по моему для того чтобы переносить вот это для рук открываться мы нужно вот здесь вот сейчас делаем здесь вот она разрывается метка видите вот так вот начинают выпадать значит вот так вот выглядят сами банки давайте вам покажу поближе блин а тут освещения нет вот так вот видно или нет про думаешь это я ему показываю вот здесь написано кока-кола вот видно штрих-код вот здесь какой-то синяя видите пятно краски в общем вроде бы как ничего особенного так то есть открывается обычно нормальный обычный звук никаких чудес не происходит ничего не вытекает запах чем-то немного напоминает доктор пеппер ну 39 грамм сахара да явно чувствуется что сладко не сказал бы что супер прям питер на и сладкая но сладкая сладость явно ощущается по вкусу сложно сказать я не ощущаю ни специи ни вишни нычу чего-то такого же самого вкуса как доктор пеппер кока-кола пепси кола ну просто другое название но чего-то чего-то прямо супер особенного выделяющегося я не знаю то есть больше всего похоже на доктор пеппер вот в общем не знаю я как бы не сказал бы что я тут супер во торги и и можно просто когда хочешь опять пить взять там одну банку выпить но чего-то супер-пупер не такой вот новый напиток пипа если увидите то знаете что это такое значит вторую смотрим вот этот вот рутбир то есть рутбир это по сути дела ничего не связано ни с пивом ни с корнями рутбир это просто такой вкус вот и он тоже самое производится разными производителями в самом начале когда я его первый раз попробовал он не абсолютно не понравился но через несколько лет когда его пробовал опять может быть другой бренд попался он не очень понравился я короче в основном сейчас когда если ну или где-то выбираю софт-дринке там в фаст-фудах или если покупаю то как бы вот у меня в приоритете сейчас всегда рутбир естественно ничего особенного здесь нету и как я вам сказал это тоже та же самая гадость как это кола и все остальное только просто другой аромат здесь написано то же самое искусственно ароматизированный выпускается с 1898 160 калорий здесь у нас сколько было здесь было 140 это еще более калорийная так совсем вкратце соды вообще 70 это еще больше чем там получается почти в два раза там было 45 до туда же было 40 а здесь 70 соды здесь больше калорий здесь почти в два раза больше соды и здесь больше сахара здесь 45 там 39 там не показалось еще сладкое значит здесь то же самое все абсолютно состав такой же самый вода а кукурузный сироп краситель карамели и опять содиум бизонат лимонная кислота кофеин ароматизаторы но здесь еще есть акация акация вот наверно вот эта акация и дает вкус рутбира состав кофеина 22 миллиграмма на 12 на банку 22 миллиграмма кофеина на банку здесь вот в этой штуке 40 миллиграмм то есть здесь больше всей остальной дряни но здесь почти в два раза меньше кофеина сейчас вот поподробнее показываю вам блин я не знаю почему нихрена не видно наверное потому что у нас свет так расставлен то есть тоже как никаких это супер особенности я не вижу вот в общем пробуем рутбир от кока-колы не ну кубер сразу конечно отличается вкус рутбир рутбир я не знаю вот этот привкус специфический рутбира и ты сразу можешь просто по вкусу даже отличить что это не фанта не кока-кола не доктор пеппер не пип ничего такого что это именно рутбир не знаю даже что сказать вкус рутбира и все абсолютно без проблем практически я бы не сказал что он хуже чем-то других рутбиров которые я пробовал но все здесь есть здесь то есть я вам сказал здесь все по максимуму по максимуму сахара соды калорий немного только кофеина но это хорошо если вы например хотите вечером пить перед сном вот значит так ну если с этим сравнивать здесь больше в два раза кофеина меньше остальной дряни но по вкусу мне вот это больше нравится это вкуснее вот то есть какая лучше утоляет жажду после вот это это вообще невкусно но здесь получается больше вредных веществ вот это мысли попить вот этой потом это это вообще безвкусность кажется вот это весь перебивает весь куча нас сильно ядерная вот в общем ну не знаю давайте в общем то зеленую кока-колу теперь не просто не хочу долго выбирать и все попадаются твой открываем принципе то разница особо нету что первое смотри что второе сразу бросается в глаза очень красивая видите внешность банки такая необычная то есть вроде как кока-кола ну такая зеленая очень не похожа ни на какие другие банки то есть все банки их естественно это маркетинг их делают или яркие там яркие цвета используют там красный желтый синий всякие контрастные здесь очень такой выдержанный дизайн то есть такой винтажно-зеленый цвет и только белые надписи значит по составу 90 калорий то есть это меньше чем и там и там соды 35 тоже меньше чем в любой из тех и 24 сахара то есть это получается тоже меньше чем везде состав тот же самый вода тростниковый сахар краситель кого карамели натуральные ароматизаторы фосфорная кислота потащим бензонат кофеин и из экстракт из листьев стивии ну и то же самое как а кола атланта я не вижу нигде а 28 содержание кофеина посмотрите здесь получается по всей остальной гадости меньше меньше получается здесь соды меньше сахара меньше калорий здесь написано уменьшенное количество калорий здесь написано натуральный сахар использован и здесь натуральные получаются ароматизаторы здесь на тех и на той конкретном на этой написано натуральные искусственные на этой написана топа искус Verfügung здесь написано натуральное на все равно все остальное здесь то же самое вот эти всяких бензонаты и вся эта гадость то здесь как бы разницы особой нет какие там искусственные красители или натуральные потому что основной вред все равно как красители не уже не большую роль играет в таком количестве всякой травы но все равно пока это кажется по внешнему виду наиболее как бы наименее вредная вот ну не знаю насколько на деле но по описанию наименее вредная и здесь средняя получается средняя пока по кофеину меньше всего вот тут здесь средний банку покажу вам поближе тоже здесь особо нечего рассматривать вот давайте перестать приступать к пробе пират аж испугал в общем по вкусу напоминает кока-колу как будто бы ее в два раза разбодяжили водой обычной просто как вот если взять обычную кока-колу разбавить водой мне не нравится единственное что утешает что не супер вредно вот ну как я вам сказал это все тоже велами по воде писано на любителя конечно но вот это вообще дрянь и это гадость грудь бир все перебивает после него вот эти пить вообще невозможно не фигня да лучше всего осталось у нас последняя упаковка пепси фаер мне пепси всегда нравилось больше кока-колы по вкусу потому что она была менее сладкая я слишком сладкую дрянь не люблю вот ну и не знаю по сути дела но одно и то же но мне больше нравилось все это дело любитель ну вообще мой любимый всегда был доктор пеппер вот я его долго пил но вы мне просто потом со временем надоел я перешел на рудбир это уже получается у нас единственный напиток который не производится не кока-колой потому что вот эти все как околовские здесь уже сделала естественно пепси колой вот пепси кола пепси кола все такое вот давайте сначала по давайте сначала по составу значит 150 калорий столько же сколько в тех всех кроме зеленые кока-колы соды 50 миллиграмм тоже там было где-то 40 где-то было 70 сахара 40 141 сахара здесь 45 то есть сахара почти как фрукт бири ну и все остальное то же самое не протеина ничего здесь больше такого нету кофеина 38 то есть этот на втором месте по количеству кофеина после вот этой фигни и и состав то же самое абсолютно один к одному вода кукурузный сироп натуральные и искусственные ароматизаторы краситель карамели фосфорная кислота лимонная кислота сода цитрат кумараби кофеин судим бензонат в общем состав один к одному сделано в нью-йорке так вот смотрите банку как выглядит цинамон это корица то есть я понял основное в пепси файре это корица вот ну вот такая вот банка одна помятая много я один факт уронил наверное все таки вот этот и урон другой чуть цвет он какой-то чуть красноватый те все более коричневые так с желтым оттенком те все одинакового цвета они коричнево-желто-зеленоватые вот эти все а этот идет с красноватым приятный запах так ну что вот это действительно оригинальная фигня самое интересное что да есть привкус специй и дело в том что действительно чувствуется вот именно как такое павлю послевкусие пепси именно чувствуется что это именно пепси и что самое интересное очень оригинальная смесь но это на любителя но она однозначно оригинальная абсолютно ни на что не похожа то есть она немного острая ну корица кто знает она такая чуть горчит и здесь тоже есть небольшая горчинка плюс есть аромат который во рту и плюс все это смешано с пепси-колой вот это оригинальная штука не могу сказать что она мне очень нравится я не фанат этой корицы не фанат но по крайней мере это что-то уже отличающиеся от всех этих однообразных вкусов то есть как часто я бы постоянно бы не стал пить то есть просто не то что я люблю но оригинальная хоть что-то новое так и теперь попробую в сравнении с этими какого это вообще фигня рутбир в общем если бы я выбирал вот первое место рутбир от компании кока-кола второе место кока-кола ну по моему выбору предпочтение бы отдал этой на втором месте этой на третьем месте вот этой пепси-коли ну а это мне вообще не понравилось фигня какая-то вот это вот это неплохая но мне просто не нравится этот вкус то есть он немного кисловатый плюс немного острый и то есть это не то что я люблю если бы это мне больше нравится обычная пепси-кола здесь слишком много вот этого всего то есть это так если совсем чуть-чуть выпить ну когда жаркой тебе хочется пить ты пьешь эти банки то вот этой штуки много не выпьешь это на любителя здесь здесь именно много корицы и если вам корица не нравится то вам эта фигня не понравится если вы фанат корицы то может быть это будет то что вам нравится но я не знаю я не знаю много людей кто фанаты корицы и я в том числе не фанат поэтому вот это мне не нравится ну как мне нравится ну как я вам говорю я не говорю что она плохая просто на мой вкус мне не нравится вот это в общем больше всего вот это нравится и вот эта штука неплохая то есть это та же кола кока-кола но менее ядерная менее ядерная то есть она такая более легкая за счет того что здесь поменьше сахара и поменьше калорий поменьше кофеина наверное вот это очень неплохая легкая то есть ее так ну понимаете то есть легкая и ее в любой ситуации можно пить вот это вот как раз хорошо под вечер мало кофеина много сахара вот то есть вот эти две я выбираю вот эти две мне не понравились вот в общем вот такие вот дела ставьте лайки пишите комменты пишите какие ваши любимые напитки делитесь видео с друзьями подписывайтесь по цене по цене забыл вам сказать 4 пачки 10 долларов то есть 2 доллара 50 центов стоит одна упаковка в ней 12 банок то есть 12 банок 2.50 ну грубо говоря 20 центов за 20 центов за одну банку в общем вот такие вот дела ставьте лайки подписывайтесь всем пока пока İ said didn't even they например видео э видели Arsen Э о Que чтобы KI ostat MIN Продолжение следует...